В этом году исполнилось 90 лет с момента исхода русской армии и эмиграции из Крыма. Этому историческому событию были посвящены памятные мероприятия в самых разных городах Севастополе, Феодосии, Керчи. Наш сюжет из Ялты. В память о трагедии русского исхода и с верой в русское возвращение мероприятия прошли в нескольких городах Черноморского побережья. Патриотические организации, казачества, представители культуры посчитали своим долгом почтить память событий 1920 года, когда произошел трагический русский исход. Тогда на 126 судов были погружены войска, семьи офицеров, часть гражданского населения крымских портов Севастополя, Ялты, Феодосия и Керчи. Общее количество вынужденных изгнанников составило 150 тысяч человек. Все это было тщательно организовано, и даже на сегодняшний день это организация этого военной операции, эвакуации войск. Пошла в книгу рекордов Гиннеса, как одна из самых организованных операций войск во время войны. Это был переломный момент гражданской войны, но завершилась она гораздо позже. За исходом последовал известный крымский террор 1921-го. Этот террор просто неописуем, и трудно об этом говорить и читать, потому что они просто убивали людей, а убивали их изощренно, с пытками и с мучениями. То есть это было вообще, то есть это адское время было. И всего погибло, и этот террор тянулся целый год. И погибло, точных данных нет, но примерно от 60 до 100 тысяч человек было убито. Из тех, кто покинул Ялту тогда, уцелели тоже далеко не все. Крестный ход, прошедший по городу, завершился на набережной у часовни новомучеников и исповедников российских. Здесь была совершена молитва об упокоении душ погибших, произнесены памятные речи. Иммигранты первой волны, оказавшись далеко от дома, сохранили многое, что не смогли бы уберечь иначе. За это мы благодарим их теперь. Ну и будем помнить о том, что покущение Божие расселило русских людей по всему миру, и русские люди по всему миру разнесли православие. В завершении Ялтинского дня памяти по воде, в знак примирения с прошлым и обещание не допустить его повторения, были пущены венки. Эта красивая церемония призвана символизировать окончание гражданской вражды, возникшей много лет назад в поисках лучших исторических путей для нашего народа. Субтитры создавал DimaTorzok